Добрый вечер! Здравствуйте! В эфире новости. Мэр Киева Виталий Кличко полным ходом занимается благоустройством столицы. В частности, не так давно Виталий Владимирович торжественно открыл новый уличный туалет. Но, к сожалению, как это часто случается с киевским городским головой, не обошлось без эксцессов. Вадим, представляйте. Вин працю, я кидаю это в гривню, а было 50 копеек. Так. Вы заходите. Вы бачите, даже на мизер есть. Так. Мы закрываем. Не, оно уже зачинится автоматично. Автоматично. Так. Нажмите ручку. А як відчиняйте? Ручку нажміть. А як відчиняйте были последними словами, которые мы услышали из уст мэра после того, как он зашел внутрь. Подробнее об этой ситуации расскажет наш корреспондент Руслан. Вот уже несколько недель, как Виталий Владимирович заперт в туалетной будке. Но, несмотря на это, мэр столицы не оставляет киевлян наедине со своими проблемами и продолжает исполнять обязанности градоначальника. Виталий Владимирович. Да-да, я слушаю. Ле, нужно определиться с вариантом дорожной развязки на Ньюке. Ну так давайте определяться. А где материалы, собственно? Ну, что вы ждете? А вот вообще. Долго будете там заниматься песнями? Ну, я затяну. Виталий Владимирович, берите уголок, тяните на сейс. Давайте уголок тяну. Тяните, тяните, тяните. Ого, получилось, ля. К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией пришлось приостановить инициативу мэра по сносу мафов. Сами понимаете, не может малая архитектурная форма заниматься сносом малых архитектурных форм. Виталий Владимирович, если вы закончили, можем подписать. Так как я это сделаю? У меня ручки нет. Я вам дам. Вам дам. Давай. О, тут дырочка. Какая дырочка? Давайте попробуем раскрутить. Ну, вы, гад. Я попробую, кажется, тоньше. Что вы делаете? Держите, держите. Ой, больно. Осторожно, лозик. Но, несмотря на всю нестандартность ситуации, Виталий Владимирович не сидит сложа руки. Мэр учит иностранные языки и уже знает инструкцию к освежителю воздуха на белорусском, литовском и казахском языках. Небольшие трудности, с которыми столкнулся градоначальник, никоим образом не влияют на его продуктивность. Так на днях стартовала предвыборная кампания Виталия Владимировича. В процессе этой кампании Виталий Владимирович принял участие в целом ряде мероприятий. Он собственноручно поучаствовал в декоммунизации столицы, а именно в переименовании киевских улиц. А также открыл новый веревочный городок в гидропарке. Также мэр принял участие в благотворительном марафоне. Но несмотря на такой плотный рабочий график, Виталий Владимирович умудряется находить время и на отдых. Например, в минувшие выходные мэр Киева был замечен в одном из столичных банных комплексов. Ну а сразу после этого мероприятия мэр лично проинспектировал экстремальный аттракцион банджи-джампинг. И твою мэр, не ставь мне, что происходит, мэр. До новых встреч, Виталий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова